Телеканал КРТ представляет И то не всегда А влияние маоистских партий Коммунистических Причем там две И они в суммарно чуть ли не большинство электората За них Не чуть, а суммарно У них между собой сложные Отношения у этих двух Компартий И так же Идеологически Китай Получается Более успешен Успешен в проникновении Вот в этот регион Тибет все время является Такой точкой горячей Но конечно же больше склоняющейся К Индии В Индии находится Резиденция Далай-Ламы Я не знаю Сохранили ли они статус правительства В изгнании или как-то смягчили Но так сказать Часть элиты претендующая на власть В Тибете находится В Индии И наверное завершая тему Надо сказать что Индия Разумеется это только элемент В стратегии Китая Стратегии Соединенных Штатов По окружению Китая Как мы видим Везде возникают По всему периметру Возникают горячие точки Иными словами Подводя итог Есть основания Для формирования Такого вот Антикитайского блока И наверное Под эгидой американцев Ну вы знаете Давайте так Объективно Исторически И политически Так сказать В периферии Китая Вся заляпана бензином Ну другой Ходит добрый миротворец Дядя Сэм И в общем-то Рассматривать Чтобы лучше рассмотреть бензин Зазыгать спички Чтобы было виднее Ну я так думаю Мы же не можем Подозревать Что наш новый старший брат Может в общем-то Безосновательно Чего-то вот такое Творить На самом деле Так сказать Нехорошее Ну Во всяком случае Индо Китайское противостояние Оно достаточно много сил Будет забирать У Китая Хотя бы в силу того Что любой В любой горячей точке Будь то На границе Будь то там Непал Или Бутан Любой даже Конвенциональный Конфликт Будет забирать Много сил И так сказать Оттягивать Большие вооруженные силы Именно в том числе Потому что Многочисленные Индии Штаты поддерживают Амбиции Индии В этом Противостоянии И Индия для них Важный элемент Антикитайской Коалиции Которая создается В регионе И так сказать Значит Оно будет Постепенно Обостряться Субтитры создавал DimaTorzok